Почему сейчас в Осетии, я обращаюсь официально к руководителю Осетии, не открывайте идиотскую страницу попытки снять партию, которая является стабилизирующей в стране ситуацией, тем более на Кавказе. Немедленно примите меры для того, чтобы восстановить список, мы с этим не согласимся. Мы ко всему Кавказу обратимся, мы восстановим этот список. Избирательная комиссия пусть внимательнее смотрит, а судебную систему превратили в колотушку, которая расправляется. Северо-осетинская ситуация. Основание, на котором снимают наш список. Оказывается, что в выписке из протокола не указано, что кворум был. Но одномоментно, вообще-то мы предоставляем и сам протокол, где все это указано, да и из выписки следует, сколько человек было избрано для участия в конференции, сколько делегатов присутствовало. Все совершенно понятно, все совершенно очевидно. И тем не менее, снимают список, хотя те же самые протоколы, те же самые документы оставляют в силе в отношении одномандательных. Ну и вообще, мы, конечно, считаем, что, как правило, политический произвол происходит в тех регионах, где есть что скрывать главам регионов. Которые не хотели бы, чтобы КПРФ имела политическое присутствие в парламентах региональных и не могла бы задавать неудобные вопросы. А у нас такие вопросы к господину Бейтару возникают, главе Республики Северная Осетия. Например, в Республике принят закон, согласно которому землю можно распределять без аукционов. И это стало компетенцией лично главы региона. После этого, по оценкам не нашим, а независимым экспертов, блогеров и так далее, под контролем главы Республики находятся 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Поэтому, как правило, там, где может возникнуть коррупционный след, там есть и политический произвол.